Скандал в партии Азата Перуашева. Азат Перуашев неоднократно вводил свой народ в заблуждение. Видимо, это стиль его работы. Казахстанский мажорист в кои-то веки всколыхнулся. В этом болоте стало неспокойно после того, как 29 августа мажористмена Аскара Садыкова лишили мандата. Произошло это по запросу партии Акжол, от которой он сидел в удобном депутатском кресле и жал на нужные кнопки. Акжол – партия Азата Перуашева. Того самого, который поддерживал переименование столицы в Нур-Султан, присвоение Назарбаеву звания Халопко-Хармане и даже пускал скупую мужскую слезу на камеру. Кто еще помнит, как это было? Прямо это. На этот раз Перуашев сдержал слезы и принялся мочить бывшего коллегу так, что вечер перестал быть томным. Перуашев заявил, что член его партии превысил должностные полномочия и нарушил этические нормы. В частности, на Садыкова написала заявление сотрудница парламента. В качестве доказательств Перуашев приложил скриншот переписки. Вот он. Как видим, сотрудница парламента пишет Аскару Садыкову вполне деловые сообщения, зовет его по имени-отчеству. В ответ депутат называет ее царицей, говорит, что хочет от нее детей и предлагает заняться приятным. Еще была опубликована служебная записка, в которой женщина рассказывает, что Садыков был очень пьян на работе, приставал к ней неоднократно и просит принять меры. Перуашев также заявил, что женщина не могла обратиться за правовой защитой из-за депутатской неприкосновенности преследователя. В ходе пленума на мое замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий Садыков заявил, что он депутат и имеет право говорить, кому хочет и что хочет. Поэтому мы убрали эту помеху, и принятое решение о лишении Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство. Конец цитаты. И вот это, просто шедевральный посткриптум. Как видите, ситуация довольно грязная, и мне очень не хотелось ни читать чужую переписку, ни тем более ее публиковать. Однако наше молчание некоторые оценили превратно, в том числе с подачи самого А. Садыкова, который в одном интервью даже сравнил себя с героическими жертвами репрессий 1937 года, пострадавшего за правду. После всего на сцену вышел сам репрессированный депутат Аскар Садыков, который, наверное, даже не знает о том, что происходило в 1937 году. В то время за такое его бы сослали в лагеря или поставили к стенке. В своем инстаграме он вспомнил, что является папашей шестерых детей и отверг все обвинения в свой адрес. Мол, Перуашев специально устроил скандал вокруг харассмента, чтобы отвлечь внимание от новостей о даче взятки его заместителям генерал-майору Константину Воронкину, который был задержан на днях. На данный момент я также шокирован вашим заявлением, как и многие казахстанцы. Благо СМИ имеет очень хорошую память и желающие могут вспомнить все ваши лживые заявления. Возможно, в данном заявлении Азат Перуашев хотел перевести информационный поток от новостей о даче взятки своего заместителя, председателя партии, Оржол, генералу нацгвардии. И по моему вопросу конкретно, Азат Перуашев, ваша цель достигнута, и у вас есть свободный мандат, не стоит тратить свою энергию на очередные выдумки. Но на этом экс-мажилисмен не остановился. Садыков решил вывести Перуашева на чистую воду. Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобное заявление не соответствует уровню лидера партии, хотя, конечно, Азат Перуашев неоднократно вводил свой народ в заблуждение. Видимо, это стиль его работы. Вот это поворот! К слову сказать, что с марта 2023 года, когда Аскар Садыков пришел в казахстанский парламент и был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, стиль работы Перуашева не вызывал у него никаких нареканий. Азат Перуашев оказался настолько ничтожным, что его публично называют лжецом даже собственной однопартийцы, пусть вышвырнутый им из этой утлой лодочки под названием Акжол. Неоднократно вводил свой народ в заблуждение, это еще мягко сказано. Азат Перуашев – мастер перекрашиваться и переобуваться на ходу. Он предал оппозицию, чтобы пробиться к властному корыту. Но даже там оказался белой вороной, потому что предателей не любят нигде. В этой ситуации лично мне не жалко никого. Ни Аскара Садыкова, который был под пивалой и прихлебателем, пока его не слили. Ни Азата Перуашева, на котором клейма ставить негде. Все эти персонажи достойны друг друга и за этим жаба-гадюкингом просто забавно наблюдать. У партии Акжол в парламенте 8 жалких мандатов. То есть без Перуашева всего 7 депутатов и тех, так называемый, лидер не в состоянии контролировать. Посмотрим, как дальше будет развиваться эта клоунада. Субтитры создавал DimaTorzok